здравствуйте друзья а сегодня хотел бы вам рассказать о вот таком инструменте расточная головка долго я думал изготавливать самому но все-таки это инструмент высокой точности и на своем tv4 довольно таки ушатанном собственно побоялся это делать вот такая головка пришла вот в таком таком тубусе так вот она была плотно упакованы смазаны ну и сами видите красота когда в руках держишь произведение искусства да и только в общем у меня станок ngf 110 поэтому конус морзия естественно 2 и соответственно вот с этой головкой у нас идут в комплекте три ключа соответственно сначала я заказал именно этот инструмент потому как денег хватало на него а после того как ее приобрел появились деньги и недавно мне пришла посылочка вот с такими резечками тоже сначала думал на пайки делать но все это трудоемко но как же она работает как видите три ключа и все три ключа разного диаметра почему вот самый толстый ключ работает на то чтобы вот эту вот головку по ласточкин с ласточкиным хвостом как бы выдвигать в эту либо в ту сторону ну вот давайте я покажу немного внутри такое ощущение что смазана не очень хотя снаружи все прекрасно вот пожалуйста как видите голова сместилась и смазки как таковой там больно то не видно немножко где-то в каких-то моментах вот какие-то закусы немножко есть но я думаю это от того что от нехватки смазки может быть из-за того что не разработаны еще вот допустим мы ее выдвинули для того чтобы расточить большим диаметром дальше вот я вытащил резечек вот если мы вставляем вот так центральное отверстие как вы понимаете будет идти все по центру для смещения можно выбрать вот это отверстие и мало того что по ласточкиному хвосту передвинуть еще на какое-то расстояние я еще не освоил данным инструментом еще не пользовался так как мастерской довольно таки сейчас прохладно отапливать для того чтобы использовать но как-то не хочется и как только мы фрезу вставили и соответственно мы ее прижимаем то есть не фрезу а резец вот так вот прижали и он уже стоит намертво то есть этот ключ вот для этого ряда соответственно если нам нужно что-то расточить то мы вставляем резечек вот в эту сторону и заворачиваем 3 хотя нет 2 на 3 не хватит вот подобным образом он уже тоже не сдвигается вот средний ключ идет вот на эти внутренний шестигранник и соответственно самый мелкий ключ идет уже прижим ласточкиного хвоста чтобы все-таки резьба есть чтобы он не дробил и вот именно этим уже маленьким ключиком подворачиваются так сказать полозья у ласточкиного гнезда короче инструмент очень точный сделан ну как я понимаю очень хорошо другое дело что посмотрим как он будет в работе а то сейчас напишем дипферамбы в работе он себя покажет как разбитый корыто но я конечно в это не верю довольно таки много инструмента получал из китая и довольно таки все приличном на приличном уровне работают его также можно поставить заднюю бабку конус морзи 2 у меня подходит туда единственное что вот этим отверстием как допустим в станке нгф и он уже прижиматься не будет здесь как я понимаю на взгляд вижу резьба на 10 вот думаю что рассказал практически все что можно об этом инструменте сказать уже в дальнейшем ну что же будем смотреть как она будет работать и вот к этой головке чтобы не мучиться и голову не забивать вот в таком в такой вот коробочке как видите процензион процензионный инструмент пришли вот такие резячки на которых долго я мечтал вот упакованные посадочные места вот в такие вот целлофановые штучки кармашки и вот самый тонкий резячек здесь миллиметра 4 сама вот эта шейка это более длинный вот этот более короткий вот это более мощный тоже короткий эти вот уже по длине и идут надеюсь что материал будет тоже хороший что не получится загнется вот самый маленький резечка то есть это где тоненькое отверстие надо будет и очень точное то есть она будет работать непосредственно очень близко от головки соответственно меньше дробления как я уже повторяюсь и так далее то есть эти резечки уже можно использовать и для токарного станочка небольшую оправочку если ему сделать а это сделать несложно в общем-то вот такая вот приспособа приплыла из китайской народной республики все же молодцы китайцы раз мы не можем у себя организовать нормальное производство хотя у нас все есть но гораздо дороже как бы какими бы патриотами мы не были но все-таки деньги мы тоже умеем считать спасибо всем за внимание всем пока